Всем привет! Сегодня разберем задание номер 24 из ОГЭ по математике, которое было в московском регионе 6 июня 2024 года. В остроугольном треугольнике АВС проведены высоты АА1 и ВВ1. Докажите, что углы АА1, В1 и АВВ1 равны. Сделаем чертеж к задаче и запишем условие. Итак, у нас дан остроугольный треугольник АВС. Записываем данное треугольник АВС. АА1 перпендикулярно ВС. ВВ1 перпендикулярно АС. Нам нужно доказать, что угол АА1В1 равен углу АВВ1. Доказывать эту задачу можно двумя способами. Воспользоваться подобием треугольников, вспомогательные треугольнички рассмотреть. И дальше уже, соответственно, доказать, что треугольники равны. Но мы выберем наиболее рациональный способ. Это способ, о котором я сейчас хочу сказать. Что же мы имеем? Мы имеем, что АА1 перпендикулярно ВС и ВВ1 перпендикулярно АС. Значит, наши углы АВ1В соответственно будет равен нашему углу АА1В. И эти уголочки у нас равны по 90 градусам. А мы знаем, что у нас есть признак четырехугольника, который вписан вокруг нас. То есть если у нас есть углы, которые равны 90 градусам, то они опираются на диаметр. Поэтому мы пропишем, что угол АА1В и угол АВ1В они опираются на отрезок АВ. И наш четырехугольник АВ1А1В является выпуклым. А мы знаем, что такое выпуклый четырехугольник. Это четырехугольник, который лежит в одной полуплоскости относительно любой его стороны. Выпуклый четырехугольник. Значит, так как эти углы, они у нас равны по 90 градусам, и они опираются на один и тот же отрезок АВ, значит, вокруг этого четырехугольника мы можем описать окружность. Значит, вокруг, так и прописываем, четырехугольника АВ1А1В можно описать окружность. Можно описать окружность. На основании чего? На основании признака. Четырехугольника, вписанного в окружность. Проведем эту окружность. Окружность у меня не очень хорошая получилась. Значит, что мы делаем? Проведем окружность с центром в точке О и, соответственно, радиусом, который равен 1,2 АВ. То есть АВ у нас – это диаметр окружности. Диаметр окружности. Обозначим эту точечку О. Ну, а теперь давайте посмотрим на те углы, о которых нам стоит сказать. Если мы посмотрим на наш угол, то есть угол АА1В1, соединим его, он у нас опирается на дугу АВ1. То есть вот она, наша дуга. И угол АВВ1, то есть вот этот уголочек, если я его еще раз выделю, коричневым, он тоже, как ножки циркуля, опирается на нашу дугу АВВ1. То есть также и прописываем, что угол АВВ1 тоже опирается на дугу АВ1. И эти углы, они вписаны, но точно так же прописаны. И угол АА1В1, угол АВВ1 – это вписанные углы. А мы знаем, что если вписанные углы опираются на одно и то же дугу, то последствия и свойства вписанных углов, то они будут равны. Поэтому мы пропишем. Значит, угол АВВ1 равен углу АА1В1 по следствию из свойства вписанного угла. А нам и надо было это доказать. Поэтому внизу прописываем, что и требовалось доказать. То есть какими теоретическими фактами мы пользовались в этой задаче? Мы воспользовались, во-первых, определением выпуклого четырехугольника. Увидели, что наш четырехугольник АВ1А1В выпуклый. Дальше мы видим, что углы, которые у нас АВВ1 и АА1В, они равны 90 градусов. И плюс они опираются на один и тот же отрезок АВ. Следовательно, по следствию признаку четырехугольника, который вписан в окружность, мы можем вокруг четырехугольника АВ1А1В описать окружность. А дальше уже идет наше следствие и свойства вписанного угла. Вот такая задача была в московском регионе 6 июня 2024 года. Продолжение следует...